Здравствуйте, меня зовут Сергей Толмачев, вы смотрите программу «Научная среда» на канале ОТС. Сегодня много говорим о животных и о новых технологиях. И давайте начнем с сюжета, в котором обе этих темы. Конгресс ветеринаров прошел в Новосибирске. Смотрим, какие разработки на нем представили. Здесь на стенде представлена последняя разработка – турбинный наркозно-дыхательный аппарат со встроенным ИВЛ ВЕТА-5. Ее преимущество – у нее очень маленький дыхательный объем от 5 мл. То есть нужно не только кошку, но и хомяка поместить под аппарат для вентиляции легких. Медицинское оборудование подчас лучше, чем в элитных клиниках для людей. Ведь собака не может пожаловаться на симптомы болезни. Значит, нужны очень точные анализы крови. Кровь у нас делится на несколько частей. Есть красная кровь, эритроциты, есть белая кровь, это лейкоциты. Их существует 5 субпопуляций, и у них бывают разные юные клетки пролиферации. Вот бывают палочки ядерные нейтрофилы, они нам показывают воспаление. То есть мы этого глазом не можем увидеть, но анализатор за 2 минуты нам может выдать результат. Рынок кормов и разнообразных игрушек изменился после ухода западных компаний. Их заменяют отечественные. Тренд этого сезона – совмещение, когда внутрь игрушки кладут лакомство. Во-первых, это натуральный каучук, и второй, оно идет с запахами. Ну, мы все знаем, что собаки, они же у них обоняние развиты сильнее, соответственно, для них специально разный вкус. Вот, например, этот у нас бекон, есть мороженое, есть, что у нас еще там, курочка есть. То есть они разных вкусов привлекают внимание собаки. Сегодня на одной площадке и ветеринары, и узкие специалисты, например, диетологи, главная задача которых – вовремя определить ожирение. Есть определенное изображение кошек и собак, вид сверху, вид сбоку, где вот примерно мы можем представить, есть ли у питомца лишний вес или нет. И в шаблон в пихотнике. Да, но также есть еще такая характеристика, как идеальный вес питомца. То есть это, как правило, вес питомца в один год. Это молодое, активное животное. Вот если ваш питомец, допустим, кошка весила в этом возрасте 4 килограмма, а сейчас весит 6, то явно, что уже это много. Как уверяют специалисты, с человеческого стола питомцев лучше не кормить. На форуме, кстати, нужно узнать рецепты лакомств, которые можно сделать в домашних условиях. Универсальный компонент почти для всех хищников – курица. А сейчас к новостям науки. Треснет ли пополам Африка и зачем на орбиту выводить алкоголь? Узнаем прямо сейчас. Геологам, похоже, удалось разгадать феномен восточно-африканской рифтовой системы. Это крупнейший континентальный разлом земной коры. Парадокс в том, что он имеет сразу несколько направлений и тянется и параллельно, и перпендикулярно движению тектонической плиты. Компьютерные модели объединили со спутниковыми данными. И выяснилось, что это происходит благодаря африканскому суперплюму – массивному подъему горячей мантии из глубины нашей планеты. Он переносит тепло на поверхность Земли. Сейчас разлом тянется на 6,5 тысяч километров. Ученые считают, что через миллионы лет он разделит Черный континент пополам. Американский производитель виски выдержит бочки с напитком в космосе в течение одного года. Всего компания изготовит около полутора тысяч бутылок бурбона. Стартовая цена продукта будет от 75 тысяч долларов. Деньги вкладчиков надежно защищены. Депозиты хранят на счете, пока бурбон не вернется на Землю. В стоимость также включены две гламурные вечеринки и приложения для отслеживания космического виски. Международная команда зоологов выяснила, какие факторы влияют на здоровье собак. В исследовании приняли участие более 20 тысяч питомцев. Хуже всего на состоянии сказывались дефицит общения с сородичами и большое количество детей в семье. Влияет на самочувствие и доход владельца. Чем лучше финансовое положение, тем собака здоровья и подвижнее. Вспомнить историю и оценить перспективы. В Академгородке открылась уникальная юбилейная выставка. В день рождения академика Каптюга на проспекте его имени появились стенды об институтах и центрах СОРА, которые в этом году отмечают круглые даты. Старейшим участником экспозиции стала Государственная научно-техническая библиотека, ведущая свою историю из московского архива. Книги в этот момент были в Государственной научной библиотеке, в ГНБ. И было решено ГНБ разделить и две трети фонда, а это несколько миллионов книг, переправить в Новосибирск. Что и было сделано. Собственно, сам факт того, что книги стали переезжать из Москвы в Новосибирск, вошел в книгу рекордов. Несколько лет это все было. Таким образом, на стендах, посвященных истории ГПНТБ, красуются две юбилейные цифры – 65 и 105. Всего на выставке представлено 8 учреждений. Среди них – институты ядерной физики, органической химии, почвоведения и агрохимии, катализа, который отмечает 65-летие сегодня. Экспозиция рассказывает о ключевых исследованиях и разработках, ковавших славу всего сибирского отделения, а также о перспективных проектах научного центра. В сибирском отделении в настоящий момент 84 юридических лица, всего более 140 институтов. Мы считаем, что мы можем сделать по тем направлениям компетенций, которые у нас были накоплены и развиваются, то, что требуется для развития и упрочнения мощности России. И снова о технологиях. Теперь строительных. Новосибирские конструкторы разработали панели для малоэтажных домов. Конструкции можно собрать буквально за два дня. Она легкая, негорючая и прочная. Выдержит большие перепады температур. Мы побывали на производстве и узнали секреты технологий. Их приходится подчищать, чтобы не забивалась и при этом не рвалась. В этом агрегате смешивают базальтовую основу. Она похожа на марлю. С пропиткой, которая делает ленту твердой. Следующий этап – сборка панелей. С виду это обычный утеплитель. Вот он даже пальцем продавливается. Но при этом вот такая панель способна выдержать нагрузку в 10 тонн на один погонный метр. То есть прямо поверх можно положить бетонную плиту перекрытия. Несут вес вот эти направляющие. Они вроде бы и тонкие, всего 2 мм, и легкие, но при этом сверхпрочные. Дополнительного армирования вообще не требуется. Секрет заключается в составе смолы. Это ноу-хау конструкторов. Все это в фильере делается. Вносится растворитель, материал, который поступает в фильеру, и выходит готовая продукция. Там уже автоматом ее пилят. Уже на стройплощадке все это можно легко собрать, как конструктор, детали которого очень легкие. И два человека справятся. Получается большой объемный пазл. Каркас дома за три дня. Это так называемые угловые панели. Соединяются между собой. Здесь специальные кипежи угловые. А это так называемые, в миниатюре, рядовая панель. Каркас можно установить на любой фундамент. И обшить сверху. Сайдингом, вагонкой, пластиковыми панелями. В направляющие легко вкручиваются шурупы. Хоть телевизор вешай, хоть полочки. Основа не горючая. И выдерживает огромные перепады температур. Пережила зиму с тремя детьми, с тремя мальчиками. У меня младшему всего два года. Мы пережили эту зиму, имея только инфракрасное отопление. У нас нет газа, ничего, абсолютно только инфракрасное отопление. И, соответственно, мы ни разу не включали отопление пола выше 25 градусов. При этом мы живем на озере. И у нас в эту зиму опускалось практически под минус 50. Сейчас в планах у новосибирских инженеров выход на алтайский рынок, где малоэтажных домов строят очень много. Уникальная технология позволяет значительно снизить себестоимость. Дом в 100 квадратных метров с чистовой отделкой и электрикой обойдется в 4 миллиона. И снова к новостям, и снова в Африку, и опять о животных. Слоны и носороги стали поставщиками ценной информации для ученых. Носороги со спиленными рогами стали менее общительными и сознательно сократили ареал обитания. Удаляют отростки зоозащитники сознательно, чтобы животные не стали жертвами браконьеров. Сам процесс спиливания безболезненный. Однако, как показал научный мониторинг, после этого гиганты саванны меняют образ жизни. Так, площадь используемых территорий у безрогих сокращается почти наполовину. И на треть количество социальных взаимодействий. У носорогов это чаще всего отложение навозных куч для того, чтобы отпугнуть конкурентов и привлечь партнера. Водород влияет на изменение климата почти в 12 раз сильнее углекислого газа. Данные опубликовали специалисты Международного центра климатических исследований в Норвегии. Самый легкий газ планеты — не парниковый газ, но он влияет на концентрацию метана, озона и других соединений в атмосфере. И если содержание СО2 позволяет снижать международные конвенции, то для контроля утечек H2 у многих стран мира не хватает технологий. Зачем слонам нужны усы, выяснила международная команда зоологов. Анализировали видеозаписи, на которых самка азиатского слона собирала фрукты из коробки, а также играла с мечом. Кроме того, изучали хоботы умерших гигантов из разных зоопарков. Выяснилось, что усы толще и крепче, чем у других животных, и они не для того, чтобы ощупывать предметы и подавать сигналы в мозг, как это делают, например, кошки. А вот удерживать различные предметы и пищу помогают. С помощью чувствительных волосков слон более точно рассчитывает свою силу. Необычный чай начали изготавливать в Новосибирской области. В составе техническая конопля. Культура легальная и наркотических свойств не имеет. Екатерина Стывко оценила вкус напитка. Данный чай можно использовать для снижения тревожности, улучшения качества сна, соответственно, устранения головных болей и победы над депрессией. Предприниматель Дмитрий Лин показывает готовый к употреблению продукт чай из конопли. Сырье вырастил на полях Машковского района. Сбор ручной. Чай изготавливают из вот таких соцветий технической конопли. Растения высушивают естественным способом. Чтобы получить чай, необходимо заварить их кипятком. Я готова снять пробу. На вкус как фиточай. Сибирский конопляный чай даже удостоили награды. Новосибирская марка. В этом году бизнесмен планирует расширять производство. Это семена технической конопли. Это как раз то, что мы хотим получить в этом году, чтобы отжимать масло. Мы планируем делать как раз и холодный, и горячий. Чтобы удовлетворять потребности и в пищевой промышленности, и в косметологии. Техническая конопля отличается от запрещенной не только химическим составом. Она не обладает наркотическими свойствами, но и внешне. Поэтому налетов на свои плантации предприниматель не боится. У технической конопли растения высокие, они не сильно кустистые. Есть такая разница, и она как раз обусловлена именно селекционными достижениями. То есть советские ученые вывели вот эти сорта, которые используются уже для дальнейшей переработки и производства различных продуктов, либо материалов. Дмитрий решил возродить советские традиции и плотно заняться коноплеводством. В прошлом году культурой засеял 10 гектаров земли. В этом 50, а дальше больше. Идея именно в открытии мануфактуры по переработке технической конопли. Мы хотим делать волокно. Соответственно, из костры мы готовы делать костробетон, может быть, какие-то блоки, утеплитель. Соответственно, из жмыха семян мы хотим делать конопляный протеин. Ну, то есть это, наверное, самое простое, что я сейчас озвучил. Чтобы построить завод по переработке сырья, нужен примерно миллиард рублей, говорит предприниматель. Мужчина уже подготовил инвестпроект, ищет партнеров для бизнеса. В общем, приятного чаепития и живите по науке. С вами был Сергей Толмачев. Через неделю снова увидимся и удивимся. Редактор субтитров А.Семкин